Очередное перекрытие. Фактически это покрытие. Легкое покрытие. Мы видим, что это только доски. Вот эти доски являются несущими. Длиной примерно 4,5 или 4,8 метра. Уточним потом. Вот. Снизу подшита фанера. Вот это у нас продольные короткие доски. Соединяют между собой эти доски для того, чтобы обеспечить совместную работу перекрытия и увеличить жесткость перекрытия. Заливается все пенобетоном плотностью 250. Как мы видим, в перекрытии не используется вообще никакой арматуры, потому что несущая способность обеспечивается досками. Доски это толщиной 50 мм и высотой или шириной 150 мм. Вот это и есть толщина перекрытия. Все. Вот. Периодически контролируем плотность. Сейчас мы увидим, что плотность 300. Это отличная плотность в жидком виде. Значит, к тому моменту, когда это все подсохнет, наберет прочность, значит, это будет плотность пенобетона 250 в проектном возрасте. Очень теплое будет перекрытие и легкое. Значит, монтаж велся без применения подъемных кранов. Вручную поднимались доски, сколачивались здесь на высоте. Снизу подшивалась фанера, значит, на саморезах. Значит, мы уплотнили вот пеной, монтажной пеной вот швы, чтобы не протекал пенобетон во время заливки. И все. И вот пенобетон тоже подается без всякого крана. Вот установка.